Уху, ребята, хо-хо-хо-хо-хо-хо, я представляю, что там уже творится в дискорде нашем, я уже представляю, что там на рынке творится, а ну-ка давайте посмотрим, сел ролик писать, а ну-ка давайте глянем, ликвидации пошли, хо-хо-хо, красота, ребята, ой, красота, сквизулину дали. Всем профита, ребята, с вами Кирилл Эйванс, давайте посмотрим, что же, где же и как же люди паникуют. Перейдем сначала в наш твиттер, я уже написал, сколько раз убивали биткоин. К началу текущей недели биткоин хоронили всего 7 раз, для сравнения в 2019 году это случалось 41 раз, а в 2018 93 раза. Люди всегда хоронят биткоин, а потом биткоин растет. И также сравнение, ребята, что касаемо халвинга и то, где мы, ребята, примерно сейчас. Я по бычьи до сих пор настроен по рынку, в плане спота, в плане ланга, в плане всего, что угодно. Набираю с маленьким плечом на фичи, также набираю на споте большие позиции просто для халда. Вот такие дела. А теперь поехали, посмотрим, что же у нас в дискорде, там, походу, паника сумасшедшая. Погнали. Всем профита, ребята. Мы тут у нас, тут у нас, тут у нас, я извиняюсь. Профита, профита. Кирилл, мы не дадим захватить лимитку по 12 на Луне, не дадим. Дайте, дайте, пожалуйста. Нет. Нет, нет, нет. Все покупаем Луну, чтобы этот Эванс не закупился. Ишь, слышишь, банк, и рвет на нас, слышишь, да. Ой, реферальный магнат. Так, давайте ближе к делу. У меня парочка новостей есть интересных. Смотрите, покажу вам прикол. Сделал пост, два поста сегодня сделал в Твиттере. Первый. Сколько раз убивали биткоин? Посмотрите, пожалуйста. В девятнадцатом году 41 раз его убивали. То есть писали, что все, Габелла, ему все, днина, скамина. В восемнадцатом 93 раза. Пока в этом цикле всего лишь 7 раз. Ну надо же похоронить по-любому. Погодите. Дальше. Еще одна интересная штука. Что касаемо сравнения того, где мы сейчас, где мы были с 16 по 20 год от Хаулинга до Хаулинга. Вот мы где. Можете сравнить то же самое. Абсолютно та же концепция. Ничего не изменилось. Просто здесь тоже люди орали. Сейчас вам на BLX покажу вам, где мы находимся примерно. Я просто сегодня все это разбирался, делал ночью. Первая ситуация была. Все хотели в лонг зайти, само собой на обновлениях заходили раз, заходили два, заходили три. Потом пролили еще ниже. Ждали все вот сюда. Пролили сквизом еще ниже, а потом очень быстро ушли. Дальше. Тут было то же самое. Вот мы шли с вами. Как бы новый АТАш. Нужно заходить. Раз протестировали, два протестировали. Ушли ниже. Если вы видите, вот такой же нисходящий тренд здесь. Локальный. И потом пролив. А теперь давайте я этот фрактал скопирую. Смотрите. Беру его с собой. Да, смотри, как он похож. Тайминги могут отличаться, но не суть. Вы никогда по... Тут даже свечка такая же, блин, где Илон Маск пампил. Не в этом суть. Я думаю, примерно такая же будет ситуация. Да, уже кто меня не слышит. Теханализ не работает так, что, мол, есть точка, где рынок развернется. Мы всегда пытаемся предположить максимально выгодный исход. Само собой, уже ранее говорилось, что самое главное не уйти ниже этого накопления. Потому что это была база для построения вот этой модели. Модель может быть поломана. Теперь, ближе к делу, объясню, что же произошло. Это выйдет в 12.00 в ролике, но повторение мать учения. Итак, смотрите. Пишет у нас аккаунт Куай Ванг. За последний час произошло три глупых вещи. Роутерс, это мы все знаем, типа СМИ, да? Пишет вводящую в заблуждение статью о запрете в Китае. Это то, из-за чего это все произошло. То есть, Илон Маск вбросил, пролил, добавили тем, что в Китае как бы запретили крипту. Люди ретвитят роутерс новости, форсят. И начинается всеместная паника и паник сейл, само собой. Демпинг рынка в новостях роутерс. Китай запретил не только криптовалюту. Он повторяет закон о борьбе со спекуляциями, принятый много лет назад. Это все вброс. С камина, скорее всего, эти новости, а не биткоин. Я же еще раз говорю, биткоин хранили сто раз. А теперь касаемо цикла. Сейчас вы немного прозреете, потому что я думал, что не будет так все идеально, как сейчас. Но сейчас даже все более идеально. Я уже, я постоянно говорил, что я не верю, что будет такое падение, а что мы будем намного агрессивнее идти. Но, смотрите, пожалуйста, если мы включим логарифмический график на любой крипте из топовых, что мы увидим? Смотрите, пожалуйста, на этот тренд. Что касаемо пиковых значений. Вот наш пик первый. Мы пришли сюда. Вот он. Сделали огромный откат. Вот наш еще один пик. Тоже сюда ходили. Тоже сделали от него откат. И теперь самое смешное. Наш пик третий. Почти копеечка в копеечку. Плюс-минус. Мы тоже сделали от него откат. И смотрите, пожалуйста. Значит, мы сейчас находимся на 72 долларах. Минимальное значение 60. В принципе, по этому фракталу минимальное значение 60. Пока все идет прям как по картинке. Я пока... Я уже, кстати, это показывал, кто-то видел на ролике. Я просто не думал, что мы сможем дать такой сквиз. Оказывается, мы его дали. Именно по битку. Не знаю, или мы дойдем так низко. Но даже при том, что мы дойдем так низко, если вы заметили, мы все равно находимся выше хая, который у нас был в 2018 году. Намного выше хая. Потому почему орать и паниковать я не знаю. Само собой, люди хотели, чтобы это все пошло, наверное, еще на 1000 иксов перед прогревом рынка. Теперь, что касаемо самого биткоина. Показывал это тоже недавно. При любом заходе в эту зону, давайте посмотрим, что у нас было. Минимальное, смотрим, значение. Суть. Давайте минимальные точки. Кто помнит, это медвежий рынок и вот эта фаза. Фаза чего? Укопление. Да. Мы ушли вниз, в самый низ по... У нас был, по сути, такой, как бы, дивер. Вот он. Мы ушли вниз. Очень быстро пробились. И здесь такая же штука. Вот мы торчали кверху, здесь книзу. Такая же ситуация. Вот мы пролились. Вот мы пролились. Только, чтобы вы понимали, в чем прикол фрактала. Фрактал не показывает какой-то рынок. Фрактал это вам помощь. Я вот абсолютно считаю, что будет примерно вот такая ситуация. Я уже говорил, что расторговка может быть очень длинная. Чем ниже пойдем, тем быстрее потом отсюда уйдем. Я не думаю, что она будет вот такая длинная. Но в чем будет суть? Что сейчас самая главная задача, абсолютно перед любым большим ростом, главное выбрите, чем больше людей. Я помню, что было в этом рынке. Я помню, что было вот здесь. Я даже помню, что было, когда цена выросла и все уже кричали. Мой прогноз на ближайшее время. Значит, можете прям записывать, прям пункты записывайте, будем трекать. Первый пункт. Сейчас все орут, что биткоину хана, всему капец, всему конец. Будут его хоронить, все новости будут это форсить. Каждый будет искать в интернете причину, почему это произошло. А причина обычная. Люди заработали много денег. Вот и все. То есть нужно у них их забрать. Вторая фаза, это люди будут иметь хоуп. Может быть надежду, что это все развернется, но будут бояться. Никто не будет ничего покупать. Потом, когда все это развернется, через недельку-две, люди будут опять кричать и говорить, что им не сказали, где зайти. И самое смешное, что будет, это то, что все СМИ и все ребята, которые говорили, что это конец, перевернутся в быков сразу же. То есть будет такая, рынок побреет балаболов, и потом эти балаболы перевернутся опять в быков. И скажут, блин, так это же оказывается не скамина, это топчик. Биткоин форевер, вперед, вперед, ребята. У меня в голове стопроцентная вероятность повторения такой же истории. Я помню, что было в те времена, когда люди орали, что все СМИ кричали о том, что все запрещены, никто не позволит. Там отрубили, там никто не захотел, там в тюрьму посадили, там какие-то твиты, там какие-то были фейсбуки, группы. Все кричали, что боже, это скамина, это пирамида, боже, это централизированная технология. Там такое было. Я помню, еще выходили критики. Короче, ничего не меняется, абсолютно ничего. Меня могут многие захатить, мне реально смешно. Мне реально смешно. Вы что угодно можете мне говорить, мне реально смешно. Итак, диверы пока рассматривать не будем. Итак, пиковые значения. Вот у нас пик рынка, вот у нас пик. Это все равно не пик, три точки. Итак, смотрите, у нас вот тренд, вот такой шел. Здесь тоже шел такой тренд. Потом пролив, пролив. Смотрим дальше. Шел вот такой тренд. Бах, пролив. Пролив здесь, пролив здесь. Еще один пролив. Дальше мы идем вверх. Опять же, тоже вроде бы такой тренд с разворотом. И пролив. Я здесь вот пока ничего особенного не вижу. Кто помнит, рассказывал про теорию Dow, что по теории Dow цена может ходить на 50% в коррекцию. И это нормально. Просто больно сейчас альткоинам некоторым. Не всем, но некоторым. Потому я и говорил о диверсификации, если вы работаете с альткоинами. То есть нельзя купить один альткоин. Один альткоин, он будет падать. В любом случае. Если у вас будет диверсификация, у вас половина упадет, половина вырастет. По итогу у вас портфель будет на огромном падении нулевым или с минусом. Но он не вернется к тем значениям, где вы его покупали. Допустим, мой портфель просел на процентов, наверное, 30-40. Но он не просел к нулю. К нулю от той цены, где я покупал. Почему? Потому что есть баланс. Просадка будет, но она не будет на 70% как то, как проседают другие монеты. Допустим, если вы покупали бы только фил. Вот есть такая монетка фил. Сейчас, кстати, рассмотрим Сиакоин. Фил. Если бы вы покупали бы его просто на всю котлету. Вот здесь. С этой поддержки. Вас бы унесли бы еще прокатиться. Почему так лагает? Ё-моё. Кстати, по поводу Fear and Greed индекса. Страх огромный на рынке. Огромнейший страх. Никто не покупает. Вообще никто не покупает. По Сиакоину. Гляньте, пожалуйста, на эту. Покажу вам, где по Сиакоину. Там тоже орали. У меня друг есть, Вадим. Он работал на Сиакоине еще в 16-м году. В 17-м. Не помню в каком. Тоже орали. Такая же была штука. Покажу, где примерно, я считаю, мы находимся. Я уже это показывал. Вот. Примерно вот такая будет концепция. Смотрите. Вот такая примерно концепция, да. То есть мы выйдем. Еще раз. Все скажут, вау, красота, перехай. Опять еще раз всех сбреют. И потом пойдем. И заметьте, как круто это будет. Почему? Потому что это придерживает такую же концепцию. Вот она, да. Вот она. Это будет стопроцентный фрактал ситуации от эфириум классика. То есть будет такая же ситуация. Не знаю, сходим ли мы вот сюда еще на доллар. Но я точно думаю, что мы сходим на 20-30 центов по Сиакоину. И люди, которые сейчас орут, само собой, они и должны орать. Потому что если бы все люди понимали суть терпения и суть заработка, то никто бы на рынке не смог бы заработать. Скорее всего, были бы другие схемы. Потому все это, то же самое, что и было и на Лайткоине раньше. Я помню еще, даже можем глянуть. Покажу вам Лайткоин. Тоже там орали, как сумасшедшие. Сейчас я вам это покажу. Вот здесь орали, как больные. Я помню. Значит, цена была 183 доллара. Упали на процентов, наверное, 30. Дальше. Потом, представьте, отсюда мы пришли на 247 долларов и упали на 150. На 100 баксов мы упали. Представьте, тоже кричали. Везде будут кричать. И чем больше кричат, тем лучше. Чем больше кричат, тем лучше. Я уже показывал этот фрактал. Он до сих пор здесь стоит. И идеально практически подходит в эту концепцию плюс-минус. Ничего особенного пока нету. Покажу вам такие же ситуации на этой фазе. Смотрите. Вы думаете, здесь не кричали? Вот. Тоже шли наверх, прошлись, быстро выстрелили. И вот такая же концепция, которой и сейчас мы очень долго задержались. То есть, вот мы шли, вышли, расторговки были. Потом мы падали. Вот, смотрите, что здесь было. Это же Абелла. Вот представьте, у вас было вот это вот накопление. Вот оно. И у вас потом выходит оно все наверх на 100 баксов и падает на 29. Вы вообще представляете, что здесь было? Тут просто людям крышу срывало. А по итогу, гляньте. По итогу, все, кто купил эту просадку на 30 баксах, получил прибыль сколько? С 30. Ну, это x10 еще. Вы просто гляньте. В этом и суть психологии. Сначала сбрили, потом ушли. Чем больше выберут людей с рынка, тем больше будет x-ов. Когда? Не знаю. Когда вот это... Там биткоин этот, пиццу в биткоинах продает. Видел, 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 да. Сейчас очень много будет спекуляций, но заметьте. До сих пор лайткоин идет по 60-й скользящей. Хоть вы меня убейте. Вот гляньте на это. 60-е, 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 60-е. Копеечка в копеечку. И чем сильнее он выходит, я уже вам всем говорил, что если идет скользящее, чем сильнее график от нее отдаляется, тем больше это перекупленность. И тем больше вероятность того, что что будет, цена вернется к ней же. Потому что скользящая это производная графика. И именно из-за перекупленности, из-за перегретости рынка цена возвращается к ней же. И мы получаем с вами вот такую двухфазную коррекцию. Потом идем опять и опять получаем такую же. Но мы всегда делаем перехай. Заметьте. Мы всегда делаем перехай. Потому пусть люди кричат. Мне прям нравится. Я такой опыт получаю. Я просто не вел еще такое комьюнити за собой. Я сижу, мне рыжая пишет. Кирилл, зайди в комьюнити, там Габелла. Я такой думаю, ах, сейчас зайду, сейчас зайду. Вот. Дальше что хотел показать. Это ончейн. Ончейн анализ. Мы нашли с Шевчуком шикарную статью. Показываю пока сейчас. Итак, значит, в цепочке мы можем наблюдать заметное раздвоение реакции. Что у нас это прайс от 20-й скользящей за, по сути, 20 недель. Как я это понял по этому скрину. Сейчас я поубираю эти переводы. Итак, существует много динамик спроса и предложения, которые напоминают макро вершину 2017 года. Однако с уникальными отличиями, которые бросят вызов убежденности как быков, так и медведей. Это первое. Вам пока ничего абсолютно не говорит. Концепция такая же. Люди кричат так же. Чем ниже проливают, тем сильнее будет реакция потом. Дальше. Вот здесь интересное. Значит, это у нас реализованная прибыль, реализованный убыток и количество вот этой реализации. У нас прошлый цикл был 365 дней в Bullrun. И заметьте, здесь были такие же движения. Если взять, я попытаюсь это показать, изменить окно на экран. Если взять и поделить данную концепцию на вот только-то дней, даже вот сюда. Мы с вами все равно находимся где-то вот здесь. Видно всем, да, что эта фаза 365 дней, она где-то вот здесь будет закончена. Примерно модель будет поломана, само собой. И сейчас мы видим вот эти вот пики вот здесь на гистограмме. Они уже были такие. Я думаю, мы реально где-то вот здесь находимся. Мне очень нравится данный фрактал. Он очень похож на то, что происходит сейчас. Очень похож. Прямо, ну, вот он. Раз, раз. Раз, поджимаемся, выбили еще ниже, а потом ушли очень быстро. Не очень это напоминает эту концепцию. Можете глянуть на график сейчас. Лучше фрактала пока не видел. Вот он. Раз, два, наклоняемся, потом вверх. Посмотрим, что будет дальше. Вот, это все сквизы меня не интересуют, объемы тоже. Тоже здесь у нас может... Сейчас уже больше похоже на конвергенцию, чем на дивергенцию. Вот, мы идем вниз, а объемы у нас наверх. Тоже интересная ситуация. Можем развернуться. Объемы на продажу будут падать. Спрос будет расти, и у нас будет дивергенция. Полетим наверх очень быстро. Потому посмотрим, что будет дальше. Так, что еще? Present of Entires in Profit. Это у нас количество, походу, людей, которые зафиксировали или не зафиксировали свои профиты. Так, новые участники панически продают. Мы уже такое видели тоже. Давайте глянем. В 2016 году на росте битка мы видели тоже такую ситуацию. Потом видели по гистограмме вот такое поджатие. 100% это у нас получается реализованный профит. Люди начинают его реализовывать, и цена падает. Вот сейчас такой же, видим, да? И на этом рынок закончился. Кто видит, да? Рынок на этом закончился. И мы, получается, пошли в медвежью фазу. Это то, что показывает сейчас именно этот индикатор. И кажется, что это Габелла и Капец. Но вы не забывайте, что до этого были такие же ситуации, вот, типа этой. Где мы вроде бы упали, и здесь потом упали, и здесь упали. Вы просто не знаете, что это такое. Это весь этот фрактал? Или это только начало? О чем я сейчас говорю? Это только начало? Вот оно. Вот оно. И здесь будет дальше. И мы потом только будет падать. Или это уже конец? Никто этого не знает. Потому это, предполагать, это полный бред. Вот, пока мы ждем. Дальше. Метрика СОПР. Кто из вас изучал? Учитывает весь рынок. А также отфильтровывает все монеты со сроком службы менее одного часа. И еще здесь есть монеты, которые моложе 155 дней. Люди, в основном, те, которые имеют от одной монеты или меньше одной монеты до, там, десяти, сейчас отдают эти монеты. Вплоть до тех, кто имеет 100 монет и больше. Люди, которые имеют тысячу, десять тысяч и сто тысяч монет, то есть большие кошельки, только получают эти монеты. То есть сейчас, я думаю, что закупятся все просто, ну, давайте просто глянем на графики. Падали мы здесь. Вот, максимально было по СОПРУ. Мы упали в эти минимумы. И здесь, что у нас было? Давайте я просто проведу линию. Вот, это были все минимумы. Вот, минимум. Потом цена росла. Вот, рост, рост. Давайте здесь, то же самое. Вот, сейчас минимум. Думаю, что мы упали прямо сейчас в минимальную зону. Было бы даже круче пойти еще ниже. Шевчук говорил, кстати, о том, что может быть такая габела. Но Шевчук ждал биткоин на 42 тысячи. Я его не ждал туда. Я думал, что немного позже это буду делать. К чему я веду? Я думал, что все-таки мы пойдем вот где-то отсюда наверх. А потом, когда люди скажут, что все, новый был ран, мы вот так прольемся. То есть еще больше будет. Я просто уже такое видел. Я это уже показывал. По поводу ситуации, которые были ранее. Они были и в этом году, и в том году. Вот, что я думал будет. Мы выйдем вот так, потом всех вот так спреют. Это вообще хабела полная была бы. Ну это, это мало, да, это маловероятно сейчас, потому что ликвидность большая, никто не даст. Но вот кто из вас даст биткоину просесть на 80% и не будет его откупать? Это сумасшедшая скидка. Давайте просто глянем, где это 80%. Я очень устал, у меня болит башка. Я еле, если слышите, разговариваю, потому что мало сплю. 81% это 10 тысяч долларов по битку сейчас. Кто из вас даст такую цену? Я тут, наверное, куплю вагон и маленькую тележку. Вот, потому вероятность для меня еще больше увеличивается. Посмотрим, что будет дальше. Мне очень интересно, это огромный опыт. Вот, мы уже здесь примерно находимся. Это немножко график отстает, потому что это BLX, а не биткоин. И давайте доминацию глянем. Эти скачки это 100% покупки. Вот, интересная штука. Это огромный опыт для вас будет и для меня в том числе. Я уже был и на том рынке. Я на том рынке мало торговал. Я только могу вам даже видос показать, на канале он остался. Мы торговали биткоин кэш и биткоин еще тогда, когда он был 1007. И даже покупали, когда он был 3-4 тысячи. Просто мы его не надержали, потому что, ну, само собой, это очень сложная психологическая игра. Я для себя много уроков вынес с того цикла. Сейчас еще больше информации есть. Вот, но такой второй ошибки я больше не сделаю, скорее всего. Потому что тогда мы были где? Я вам покажу, где мы были. Мы были с ребятами. Вот здесь мы были. Мы реально были в этой фазе. И мы вот когда биткоин начали лить, там, ребята, такое было. У нас люди, значит, у нас люди приходили в дискорд. Хотели покупать на 10 тысяч долларов. Настолько хотели купить, что в панике бежали, покупали на 7. На 7. Вот здесь. Потом, когда он упал на 5, продавали. Потому что думали, что все, это конец. Потом, когда он упал на 4, они купили. Он упал на 3 500, они продали. И остались со своим фиатом. И потом цена ушла. Вы просто это видели. Люди менялись. Люди менялись на ходу. Прямо вот человек сидит, купил, продал. Сидит, сидит, сидит. Купил, продал. А потом ушел. С рынка плюнул. Через неделю приходили люди, вешались. Реально вешались. Потому что вот цена была. Там через неделю приходили, вот здесь была цена. Через 3-4 месяца приходили, цена была вот здесь. Там вообще жесть была. Потом покупали здесь. В надежде, что цена отрастет до хайоу. И они все, что здесь потеряли, отобьют. И их еще раз лили. Вот так. Там люди вешались. Там реально некоторые люди, кто из вас читал, в Китае прыгали с окна. В Японии, в Китае. Там жесть была полнейшая. Здесь будет то же самое. Рынок очень жестокий. И сейчас вы должны понять, что Уолл-стрит. И пришли киты, пришли акулы. Будут брить, резать. Будут рубить. Все будет. То есть вы должны понять, что это очень жестокая индустрия. Если вы это поймете, что это жесть будет полнейшая. Сможете это перетерпеть. Сможете взять свой объем. И его реализовать. Я абсолютно спокоен. Все, что мне мешает сейчас, это усталость. Потому что я вот даже текст читаю. Я запинаюсь как сумасшедший. Потому что я устал. Я спал сегодня опять же тоже 3 часа всего лишь. Не было времени. Нужно было и ролик записать. И вам прибежать все это показать. Потому такие дела. Давайте еще посмотрим. Количество адресов с нулевым балансом биткоина также снизилось на 3%. Примерно. Потом в общей сложности 1,1 миллион адресов потратили все монеты. Которые они держали во время этой коррекции. Что они сделали? Они скорее всего продали. Дальше. По поводу покупок. Что мы видели в этом рынке? По поводу тех, кто... Сколько у нас было... Как это Short Term Holders. Людей, которые держат очень мало и сильные руки. То есть люди вот здесь испытывали FOMO. То есть все покупали. А потом мы Panic Sale. Здесь тоже испытывали FOMO. Panic Sale. Я думаю, что мы где-то, ребята, как я и сказал, где-то мы вот здесь. Или вот здесь. То есть что? Здесь тоже была FOMO. Но свое FOMO. Вот оно. Вот здесь. А потом продали. Потом накопили еще раз. И ушли еще раз наверх. И это что? У нас здесь было три волны. Здесь было три волны. А на самом деле это глобально одна. И вот. И потом вниз. Тут еще было что-то. Потому я думаю, что это еще не конец. Вот. Мы только начали. Да. Если вы считаете, что это конец. Что это все. И это, ну, как бы конец бычьего рынка. Вам нужно продать и уйти в землянку. Сколько люди монет в циркуляцию выводят. Новые монеты, держатели, недавно достигли 28% циркулирующего предложения. 5,3 миллиона биткоинов. Что на 9% меньше, чем на вершине 2017 года. Представьте. Раньше, то есть розничный инвестор уже приходит потихоньку. Но количество холдеров, которые держат свои биткоины, на 9% меньше, чем на вершине 2017 года. А денег больше. Должны понять, что у нас цикл, как я считаю, он должен быть примерно вот таким. Никак не таким. Потому что это бред. У нас денег больше. И это все было спровоцировано большими инвесторами. Да. То есть это MicroStrategy, это Grayscale, это Илон Маск и другие компании. Розничный инвестор, волна именно FOMO. Должна быть следующей. То есть вы же должны понять, что у нас рынок в основном состоит из чего? Давайте напомню, кто из вас не помнит. Рынок состоит у нас из нескольких фаз. То есть первая фаза вот такая она. Вам кажется, что это сумасшедший рост. На самом деле потом график сузится. Вот такая фаза роста, когда будет еще более сильная парабола, она будет вот такая. Она сузится. Что это значит? Что в этой фазе покупают кто? Самые умные ребята. Это люди, которые понимают, что они делают. Они откупают дно. Вот мы примерно уже эту фазу видели. Я так думаю, что мы уже ее видели. Коррекция там была типа на основе коронавируса. Мы до сих пор не знаем. Это была спекуляция. Это специально было выведено в лаборатории, чтобы мы все вот так думали или нет. Не суть. Потом идет вот такая фаза роста. Мы получаем тоже огромные коррекции. Много людей уходят с рынков. Здесь заходят компании и розничные инвесторы. Но в основном компании где-то вот в этой зоне заходят. Как и было у нас здесь заходили микрострейтеджи, там Илона Маски и всякие вот такие ребята. И последняя фаза роста, последняя, это вот такая. Она прям вертикальная. Потом уже слив, возврат, еще ниже. Удерживаю цену, потом пролив ниже. И уже новая фаза роста. Примерно думаю, эта фаза сейчас, которая имеет цифру 30, 40, 50 тысяч долларов, я уже об этом говорил. Это и будет являться дном цикла. Следующий. Вот. Это мое мнение. Кто считает по-другому, ок. Я считаю так. Я считаю, что то, где мы сейчас, это по сути дно. Да, мы его тестируем, но вот это накопление будет дном, я считаю. Это как бы фаза сейчас, это фаза еще одного перераспределения денег. То есть у людей отбирают их деньги. И отбирают довольно удачные, я считаю. Люди продают. Люди смело продают, даже не думают. Ну, просто скидывают. То есть здесь не хотели никто фиксироваться. Объясню, почему это именно Panic Sale, а не люди, которые умные. Сейчас продают глупые люди, а не умные. Объясню. Вы же понимаете, что если здесь бы фиксировались бы умные люди, они бы продавали бы где? Ну, сверху. Если вы продаете здесь, значит вы глупые. Я считаю, что здесь этот Panic Sale сделан глупыми людьми, а не умными. Я, ну, то есть я не продаю, я считаю себя умным. Если будет вот так, я готов капитулировать, признать поражение, но поражение будет не, как бы, не войны, битвы. Я здесь куплю столько биткоина, что мало кто закачается. И плюс, не забываем, что у нас основные объемы компаний, которые покупали биток, были накоплены примерно в этой зоне. Потому вопросы. Я думаю, что, скорее всего, не подпустят к этой зоне никого. 60%. Слишком много. Слишком много для бычего рынка биткоина. Альткоины, да. Биткоины нет. Биткоины нет. Но я биткоины не покупаю до сих пор. Кто мне говорил, что я вот здесь мог купить, я и сейчас могу его купить. Не в этом дело. Ребята, вот такие дела. Много запинался, много хотел показать, много не успел показать. Вот просто делаю такой вечерний ролик, чтобы вы были в курсе моего плана на биткоин, на альткоины, на вообще весь сезон. Кто считает по-другому, кто считает меня додиком, ставим дизлайк. Кто считает меня адекватным человеком, ставим лайк. Кто считает меня клоуном, тоже пишем в комментариях без проблем. Люблю хейтеров, люблю экспертов диванных, которые ничего не видели, ничего не слышали. Не были ни в одной фазе биткоина, да. Не продавали, не покупали, не были хомяками, но умеют и имеют свое мнение. Такие дела. Всем адекватным ребятам профита. Вот. По ссылкам в описании, пожалуйста. Если вам нужно, забираем бонусы на Staking CRO, забираем бонусы на торговые комиссии, на бирже Currency и на бирже Okix. Также биржа Binance тоже по ссылкам в описании. Также вступаем в нашу крипто комьюнити. Мы там обучаемся. Я тоже к вам залетаю. Показываю все вот эти вещи свои. Вот. Ролики иногда буду ложить, ложить, выкладывать, вылаживать, как это люди любят говорить на свой YouTube канал, чтобы вам показывать, что мы вообще делаем. Я иногда залетаю, чтобы не было паники. Объясняю людям, что делать, чего не делать, потому что люди на панике скидывают все, что они покупали по скидке. То есть отдают скидку не себе ее отдают, а людям на рынке. Вот такие дела. Поэтому всем профита, всем терпения, держите свои монетки, халдите, не отдавайте, не отдавайте этим акулам ваши монеты. Всем профита, всем удачи и всем пока.